Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 4 декабря, и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая, которая образовалась у нас 30 ноября, пока сохраняется. Она будет актуальна до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальной значения, которую мы увидели в пятницу в области 1.1850. Напомню, что пара евро-доллар подошла к области сопротивления 1.1939, и для продолжения восходящего тренда и движения в области 1.20 нам необходимо увидеть закрепление выше данного уровня. В свою очередь, если пара сможет закрепиться ниже отметки 1.1849, то уже в рамках часового таймфрейма мы можем говорить о завершении восходящего движения и переходу вновь к нисходящей коррекции. Пара британский фунт и американский доллар пока продолжают свое восходящее движение. Ближайшие цели – это закрепиться выше максимальных значений в области 1.3546 и двигаться дальше на 1.36 и 1.37. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях пятницы – это область 1.3444. Если британскому фунту удастся закрепиться ниже данного уровня, то вероятно развитие коррекционного нисходящего движения в области 1.3328 и 1.132, ну и далее на 1.30. Пара американский доллар – канадский доллар. В пятницу показалось сильное снижение, максимальное значение по движению было порядка 230 пунктов. Мы закрепились ниже минимальные значения 30 ноября, в свою очередь перешли к нисходящему движению. Пара американский доллар – канадский доллар на этом импульсе подошла к области поддержки в области 1.2682. Сильная область поддержки с данных уровней. Мы вновь можем пойти на восстановление в область 1.29, максимальное значение, которое мы увидели в пятницу и четверг на прошлой неделе. Пока в рамках часового таймфрейма тенденция остается нисходящая. Ну а для продолжения уже роста нам необходимо увидеть закрепление выше отметки 1.2904. Пара американский доллар – японская иена продолжает свое восходящее движение. Сегодня с утра уже обновили локальные максимумы и цели ближайшие – это движение в область 1.1384. Ближайший разворотный уровень для продаж находится в области минимальной значения пятницы, отметка 1.1139. Пара австралийский доллар и американский доллар в пятницу смогла закрепиться выше максимальной значения четверга, область 75.94 и дошли до уровня сопротивления на отметке 76.39. Тенденция восходящая на текущий момент по австралийцу сохраняется. Ближайшие цели – это закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели в пятницу, ну и далее уже пойти на 76.93. Возврат к продажам по данному инструменту произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальной значения, которую видели на прошлой неделе, область 75.50. Пара еврофунт на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Ближайшие цели – это закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели в пятницу, четверг, область 87.87 и далее уже пойти на 86.49. Возврат к покупкам по данной паре произойдет в том случае, если мы видим закрепление выше максимальной значения пятницы, отметка 88.43. Золото на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Ближайшие цели – это закрепиться ниже отметкой 1270 долларов за тройскую унцию, ну и далее пойти уже на 1259. Возврат к покупкам по данному активу мы можем рассматривать после преодоления максимальной значения пятницы, отметка 1289 долларов за тройскую унцию. И цели после этого движения уже откроются на 1297 и 1306. Нефть марки Brent вернулась к своему восходящему движению. В пятницу мы смогли закрепиться выше максимальной значения четверга, что в свою очередь нас возвращает к тенденции восходящей. По данному активу дошли до целевого уровня в области 64.95. Ну и на текущий момент следующие цели уже открываются в области 66.67. Возврат к продажам по данному активу произойдет в том случае, если мы видим нефть ниже минимальной значения, которую мы видели в пятницу и в четверг. Область 62.86 и 63.18. По индексу DAX на текущий момент мы видим продолжение нисходящего движения. В пятницу мы ушли ниже минимальной значения, которую мы видели в четверг. Сегодня DAX торгуется вблизи максимальной значения пятницы. Возврат к покупкам произойдет тогда, когда мы увидим закрепление выше отметки 13073. И откроются цели на 13200 и далее на 13500. Текущая тенденция в рамках часового таймфрейма остается нисходящей. Поэтому цели по данному движению это область 12811. Ну и далее уже пойти на 12500. По биткоину тенденция на укрепление сохраняется. Вчера в воскресенье смогли обновить исторический максимум. Доходили до отметки 11751. И на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Ближайший коррекционный уровень находится на минимальных значениях воскресенья. Это отметка 10796. Преодоление данного уровня уже вернет нас к коррекционному движению по биткоину. Завершение которого позволит присоединиться по более интересным ценам. С целью обновления уже вновь исторических максимумов. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели. Напоминаю, что сегодня в понедельник, как всегда в 19.30 по Москве или в 18.30 по Киеву, Таллину, Риге пройдет вебинар, на котором каждый из инструментов мы разберем более подробно. Ссылка на регистрацию находится под описанием к этому видео. Всем спасибо за внимание и увидимся на вебинаре. Продолжение следует...